Вице-премьер Сергей Тегибко Вице-премьер Сергей Тегибко Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал «Интер» в прямом эфире программы «Болезучка» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Как и было обещано в первой части программы, мы поговорим более подробно о пенсионной реформе, которая является едва ли не самой горячей, самой главной темой, которая волнует всех и политиков, и простых граждан. На эту тему сюжет, который мы специально подготовили для этой части нашего выпуску. Вице-премьер Сергей Тегибко Вице-премьер Сергей Тегибко Саме він вже тривалий час потерпає від критики опозиції та першого опонента реформи Комуністичної партії України. Противники заявляють, заради того, щоб не підвищувати пенсійний вік, можна пожертвувати співпрацею з МВМ. Та не все так просто. Адже, як показує практика деяких західних держав, МВФ надає не тільки кредитні кошти, а й репутацію. Країна, яка працює з фондом, приваблює більше іноземних інвесторів. Є у багатостраждальної реформи і демографічне підґрунтя. За даними вчених, наша края вітаща настільки, що громадян пенсійного віку у ній вже майже половина. І якщо не провести пенсійну реформу, то десь роки за 4-5 один працюючий буде годувати одного пенсіонера. Та й взагалі, досить багато людей в країні, які не мають бажання у 60 років сидіти на канапі і читати газети. Навпаки, прагнуть подовжити свій трудовий вік і отримати пропорційно напрацьованому. За таким стандартом живе вся Європа. І саме її зразком спокушає тепер Україну автор законопроекту Сергій Тігібко. Він запевняє, що цього разу його реформа пройде випробування парламентом. Тим часом критика проєкту лунає вже із лав товаришів по владі, регіоналів. Чи стане це поганим законом для непопулярної, але необхідної зміни пенсійного законодавства? Тігібко обіцяє, що дізнаємось про це вже до кінця нинішньої парламентської сесії. Тігібко обіцяє, що дізнаємось про це вже до кінця нинішньої парламентської сесії. Тігібко обіця, що дізнаємось про це вже до кінця нинішньої парламентської сесії. Перший раз вже у нас в студії в цьому году. Здесь у нас собрались сегодня не тільки журналисты. Общення з журналистами ви привичні. Здесь є у нас і мої колеги, тим не мене. Але тут є і представники різних політичних сил, власні, оппозиції, партнерів партії власні по коаліцію, фракції КПУ. Особенно хочу поприветствувати в студії гостя із Москви, российського політолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, по моєму глубокому убежденню, політичний аналитик номер один в Росії. Спасибо за то, что приехали к нам сегодня. А теперь хочу вас спросить, Сергей Леонидович, все-таки. Знаете, вот перед началом выпуска разговаривал с одним моим знакомым, который узнал, что вот вы будете у меня сегодня в гостях. И человек, он вполне просвещенный, так сказать. Он сказал, слушайте, я тебя умоляю, он говорит, расспроси, господина Тегибко, все-таки, что это за пенсионная реформа, потому что я окончательно запутался. Что нас ждет? Что это за принципиальные одинаковые изменения, которые вот вы внесли в проект реформы? Хотя про них уже говорят, что они не принципиальные, не существенные, ваши злопыхатели. Ну, тем не менее. Мы не теряли время и достаточно активно продолжали работать, продолжали обсуждать первый вариант, отозвали его и внесли новый. И действительно, можно говорить об 11 серьезных изменениях, которые мы предложили. В чем они? Первое. Мы распространили 10 выплат, которые мы платим всем учителям и врачам на работников социальной сферы. Это тогда, когда эти люди выходят на пенсию, они получают разово 10 пенсий. Не из бюджета пенсионного фонда, а из бюджета страны. Раз. Второе. Это стимул, потому что это в основном женщины. Нечто вроде такого подъемного пособия на новую пенсионную жизнь. Совершенно верно. Раз. Вторая позиция. Мы предполагали увеличить пенсионный фонд для мужчин, для госслужащих и 10 категорий к ним приравненных с 2013 года. И хотели это сделать в течение двух лет. Сейчас увеличили этот срок до 4-6 месяцев, сделали более мягким период. Раз. Второе. Третье. Мы после обсуждения с людьми изменили максимальный уровень пенсии, который мы предложили. С какими, вы просите? На всех встречах практически, на которых мы присутствовали и встречались, все говорили, у нас по нынешней ситуации нет ограничения максимальной пенсии. В первом варианте закона мы предлагали 12 минимальных пенсий. Сейчас мы изменили это решение и будем предлагать, предложили уже 10 минимальных пенсий. Более того, мы эту норму расширили и на тех пенсионеров, которым пенсии уже были назначены. То есть сейчас пенсия по Украине, по нашему предложению, не будет больше 7640 гривен в нынешнем исчислении. Вот, кстати говоря, сразу перебью вас, вот эти максимальные пенсии, да, вот ограничение максимальных пенсий специалисты эту норму считают утопической. Вот, бывший замминистра соцполитики Павел Розенко, например, сказал, что Конституционный суд наверняка отменит эту инициативу, как уже делал, хотя бы потому, что эти изменения ограничивают высокие пенсии самых членов Конституционного суда. И потом, законы обратной силы не имеют. Особенно те законы, которые ограничивают права граждан, которые ухудшают их положение и так далее. Вы знаете, в данном случае есть две статьи Конституции. Одна, которая говорит, что нельзя ухудшать социальные стандарты. Вторая говорит о равенстве, определенном равенстве наших граждан, граждан Украины. Если говорить об этой статье, то она коснется, вот по нынешним объемам, порядка 14 тысяч человек по Украине сегодня имеет пенсии выше 7,5 тысяч гривен. Поэтому мы все-таки, учитывая то, что на каждой встрече, куда мы не приходили, люди говорили, ограничивайте, это нас очень беспокоит. Нам очень обидно, что сегодня 60% получают пенсии ниже тысячи гривен, а вот кто-то может получать там 12, 15, а то и 20 тысяч. То есть, я сказал, всего 14 тысяч человек. Всего 14 тысяч человек. Имеют пенсии. Ну, может, заслуженные люди, может быть, в конце концов, но... Да, заслуженные люди. Пусть эти 14 тысяч отличившихся перед государством людей получают особые пенсии. Знаете, как в Советском Союзе же были персональные пенсионеры, там, союзного значения, республиканского значения, местного значения. Да, но такого разрыва, я думаю, не было, потому что разрыв в 20 раз, в 30 раз, это многовато будет. Я, например, был в той же Австрии, а ограничения практически есть по всем европейским странам, там не более 5 раз, даже менее, 4,7 раза. Минимальная пенсия отличается от максимальной, поэтому я считаю, что эта норма все-таки важна. Что касается других изменений, мы увеличиваем выслугу лет для военных, с 20 до 25 лет. Хотели это сделать за 5 лет, сейчас мы предложили за 10 лет, по 6 месяцев в год увеличивать эту норму. Дальше, очень важная норма, которая практически первый раз, мы ее предложили, мы предложили добровольный выход пенсионера на пенсию после 55 лет для женщин. В том случае, если у нее есть стаж 30 лет, в том случае, если она увольняется, а не продолжает работать, и в том случае, если она соглашается с потерей своей пенсии 0,5 за 1 месяц. В Эстонии, да, вот уже совершенно верно. Одно агентство напечатало вашу репризу с пресс-конференции во Львове под заголовком «Тегибко решил сделать пенсию как в Эстонии». Да, было бы хорошо. А в Эстонии какие пенсии, кстати, средний размер пенсии в Эстонии? 305 евро. У нас 104. 305 евро. Я с удовольствием, я мечтаю об этом просто. Что в Эстонии? В Эстонии, говорят так, исполнилось 55 лет, вы можете уйти на пенсию, но при этом за каждый месяц досрочного выхода вы теряете в Эстонии 0,9%, мы предложили 0,5%. То есть, если женщине будет принят закон, и ей надо было выходить в 55,5 лет, 6 месяцев, вот она потеряет 0,5% и может добровольно выйти на пенсию досрочно. То есть, это сейчас не запрещается. А можно вас перебить? Да. Запала мне цифра, это 305 евро. Вот интересно, объясните, пожалуйста. Я готовюсь к программе, смотрел разные материалы, вот мне бросилось в глаза, что в богатой, благополучной, Великобритании, всего 700 долларов, в долларовом эквиваленте, средний размер заработной, простите, заработной платы, средний размер пенсии. А, скажем, в маленькой Дании от 3000 долларов. Вот за счет чего такая, скажем, большая пенсия? Вы знаете, разные системы работают, но вот если вам интересно сравнение, я могу несколько цифр назвать. Конечно интересно. Эстония 300, Эстония 306 евро, Польша 315 евро, Болгария, одна из самых бедных стран Европейского Союза, 135 евро, Румыния, Словакия 352 евро, Франция, Германия приблизительно пенсия 1300 евро, Украина, я сказал, 104 евро. За счет чего? Разные уровни работают. Классическая трехуровневая система может быть в солидарной системе. Те же граждане Великобритании получают низкую, но за счет пенсионных фондов, которые создаются их предприятиями, или второго уровня пенсионного обеспечения, там, где они перечисляют свои зарплаты на свои персональные счета, или с третьего уровня, там, где они добровольно в ходе своей работы отчисляют деньги в частные пенсионные фонды. Но когда они выходят, я вас уверяю, намного больше, чем 700 евро. То есть в сумме вот эти три источника дают намного больше. Так а в Украине как будет? А в Украине, если мы проведем эту часть реформы и... Из чего будут складываться пенсионные выплаты? У нас вы... Потому что есть такое мнение, знаете, что на самом деле там единственный способ обеспечить себе безбедную старость, это с молодых ногтей откладывать деньги. Ну, если это удастся делать, то это замечательно, это действительно поддержит серьезно, потому что нынешний уровень обеспечения пенсионеров, средняя пенсия сегодня 1178 гривен, очень низкий все-таки, и прожить на такую пенсию достаточно сложно. А у нас предполагается, по нашей стратегии предполагается то же самое, трехуровневая пенсионная система, солидарная система, которая будет основой пенсионной еще достаточно долго, и она везде практически является основой. Это когда ныне работающие платят деньги со своих доходов в пенсионный форт, и таким образом поддерживают всех пенсионеров. Второй уровень, который у нас проголосован, но который пока не вступил в действие, и предполагается по нынешней реформе вступит в действие тогда, когда мы сбалансируем бюджет солидарной системы, которая сегодня дефицитна, это предполагается, что люди будут перечислять часть средств на свои персональные счета, которые останутся их до самого конца, которые они, не дай бог, что-то завещать своим родным. И третий уровень, который у нас уже действует, это частные пенсионные фонды, которые достаточно успешно работают, но пока не получили такого развития, которое получили, скажем, они в других странах. А сколько у нас сейчас в Украине на одного пенсионера работающего? Тоже, скажу, достаточно жесткая статистика, и я считаю, что это самый главный аргумент, который заставляет нас приходить к пенсионной реформе. Потому что у нас, вот из всех стран, которые я за последнее время посетил, ознакомливаясь с теми достижениями или проблемами, которые есть у них в пенсионной системе, у нас самая худшая статистика. У нас сегодня 13 миллионов 766 тысяч пенсионеров, которые живут в Украине, и у нас сегодня 14 миллионов платильщиков в пенсионный фонд. То есть это уже составляет... То есть почти 14 миллионов из 47? Так, да. И это почти один к одному уже. 98% соотношения пенсионеров к работающим. Если взять другие страны, та же Эстония, о которой мы говорили, 63%, Польша 48%, Болгария 85%, Словакия 80%, хочу отметить, Германия за счет чего 1300 евро, Германия 48%, Франция 38%. То есть более чем 2 человека на работающих, на одного пенсионера. Одного пенсионера, французы, одного пенсионера, 2,68, 2,5 француза практически кормят, Более двух немцев содержат пенсионера, а у нас уже один к одному. 2014 год у нас точно будет абсолютно один к одному. И дальше статистика еще приблизительно 9 лет только ухудшается. Поэтому нам необходимо принимать очень жесткие такие решения, Которые, собственно говоря, не вызывают ни у кого особого такого восторга, Но дело сейчас необходимо. Я смотрю, что собравшиеся за этим столом журналисты, политики, эксперты пишут, Делают заметки, явно собираются задать вам неудобные вопросы, И мы это непременно сделаем в следующей части нашей программы. Мы продолжаем очередную программу «Политика». Сегодня в нашей программе мы говорим о пенсионной реформе С вице-премьером Сергеем Египко, который отвечает за это направление в правительстве. Вот, Сергей Леонидович, позвольте такой вопрос. Есть такой красивый термин «коэффициент замещения». Красивый и непонятно. На самом деле вот речь идет о том, Сколько процентов от, примерно сколько процентов от заработной платы Человек получает, выйдя на пенсию. И насколько он падает в своих доходах, став пенсионером. Вот какой коэффициент замещения предусматривается реформой? Да, коэффициент замещения – это соотношение пенсии, Которую получил человек к его заработной плате. Могу сказать, что у нас этот коэффициент, Если взять другие страны, достаточно высокий. Пенсия сама маленькая, вот это соотношение достаточно высокое. 0,47%. Если взять другие солидарные системы, Ну вот тоже мы говорим сегодня о сравнении. Болгария 0,38%, Румыния 0,48%, Венгрия 0,37%. Страны, которые такой старой Европы, так называемые страны, Если брать соотношение со вторым, с третьим уровнем пенсионного обеспечения, 0,65%, 0,70%, 0,75%, 0,80%. То есть там люди, когда они выходят на пенсию, Не чувствуют такого сразу падения своих доходов. Поэтому и нам необходимо однозначно вводить второй уровень, Что мы предполагаем делать после стабилизации пенсионного фонда солидарного. И однозначно развивать третий уровень, Стимулируя, чтобы люди думали о своей пенсии, И вкладывали туда деньги, пока работают. Ну вот, знаете, я хотел бы сейчас один вопрос вынести на голосование. Как всегда у нас в программе сейчас будет голосование. Вот меня интересует, знаете, социально-психологический аспект обсуждаемой проблемы. Ну вот сейчас понятно, пенсии очень маленькие, да? И наступление пенсионного возраста, выход на пенсию, Многие люди воспринимают как стихийное бедствие, если угодно. Как драму, если не сказать трагедия. С другой стороны, вот есть люди, которые в принципе не хотят уходить на пенсию. Которые там и в 60, и в 65 ощущают себя полными сил, молодыми, хотят работать, служить своей профессии, родине, как угодно. Вот поэтому я сейчас хотел бы, с вашего позволения, задать вопрос нашей аудитории. Пожалуйста. Вот вопрос такой. Стремились бы вы уйти на пенсию и не работать? Специально подчеркиваю, уйти на пенсию и не работать. Если бы пенсия была на достойном уровне. Ну, под достойным уровнем мы имеем в виду вот какой-то там европейский уровень. Я не говорю, как там во Франции и Германии, где за 1000 долларов средняя пенсия. Но вот если бы хотя бы пенсия была, несколько сот евро, как в так называемых постсоветских странах Центральной Европы. Да, нет. 0-945-45-01 на конце, если да, если нет, на конце 0-2. Или посылайте смс-сообщение в виде единицы или в виде двойки, в зависимости от вашего ответа, на телефон для приема смс-сообщения 105-505. А вот вы такие замеры производили, вот интересно. Конечно, мы хорошо понимаем, что у нас происходит. Сколько людей вот не хотят уходить на пенсию, потому что вот они не ощущают себя пенсионерами? Из 13 миллионов 700 тысяч пенсионеров в Украине работают 2 миллиона 900 тысяч человек. Причем желание работать увеличивается. В 2010 году на пенсию вышли 615 тысяч человек, из них 288 тысяч остались работать. Ну хорошо. Вот я хочу здесь присутствовать. Кстати, я хотел подчеркнуть, что пенсионная реформа не меняет этого положения. И она предусматривает, что люди, выходя на пенсию, будут иметь возможность получать полную пенсию и заработную оплату. За исключением только одной категории. Это госслужащих, которым и 10 категорий, которые приравниваются к ним, которым пенсия будет уменьшаться, потому что она назначается по другим принципам, уменьшаться до общеначисляемой пенсии. Вот теперь госслужащие будут двумя руками за повышение пенсионного возраста. Но в данном случае госслужащие получают пенсию, когда выходят на пенсию, они получают до 90% от своего заработка пенсию. А мы говорили о среднем пенсионере, о среднем человеке, он получает порядка 48%. Вот те госслужащие, которые будут продолжать работать, будут получать приблизительно 48%. Когда они будут заканчивать работать и переходить на пенсию, им пенсия будет пересчитываться, и они будут получать так, как им положено. Я хотел здесь присутствующих подключить к разговору. Вот Ярослав Михайлович Сухой, представляющий здесь партию власти, партию регионов. Вот знаете, я хотел бы процитировать главу фракции Александра Ефремова, который сказал, что решение относительно нового законопроекта не принято, требуется временное его изучение, требуется политическая смелость для принятия этого закона. Вот как насчет политической смелости? Может, с тех пор, как господин Ефремов об этом сказал, уже набрались в ее? Ну, в общем-то, есть вещи, которые просто надо оставить вот так в сторону, даже не обсуждать. Одна из них состоит в том, что альтернативы пенсионной реформе просто нет. К сожалению, в 2005 году реформирование вообще остановилось, в том числе пенсионные. Хотя при том рейтинге доверия у президента Ющенко мы могли пенсионную реформу завершить. В 2003-2004 мы же развивали, но в 2005 мы остановились. Поэтому это даже и обсуждать не хочу. Но я хочу сказать другое. В чем, ну, например, где появляется эта наша смелость, политическая воля этому похожую? Дефицит бюджета пенсионного фонда длиться долго не может. Рост этот. Когда-то наступит стоп и пойдет обратный откат. Поэтому выход какой? Или увеличивать доходную часть, новые налоги, но экономика это не подтянет. Тогда уменьшать расходы, множить число бедных пенсионеров, кроме всего, мы теряем носителя массового спроса. Выход один. Просить населения, объяснять людям, необходимо выходить более поздно на пенсию. Поэтому наша претензия у партии регионов была к разработчикам, и мы это высказывали Сергею Леонидовичу, слабая, неорганизованная, никудышняя разъяснительная работа. Вы начали свой вступ с того, что вам знакомый сказал, слушай, ты спросил у ТИИПКО, так что, собственно говоря, происходит? Людей пугает не то, что популярно, непопулярно. Наш народ войну пережил. Людей пугает. Так что, собственно говоря, будет? Что происходит? Неизвестность, да. А я хочу напомнить, что с 93 по 2003 год реформировалась пенсионная система и внедрялась общеобязательное социально-пенсионное страхование. 10 лет разъяснительной работы. Какие дебаты в сессионном зале было? Была программа целая. И еще одна, и последняя. Впроводчивая пенсионная реформа в Украине, Агентство международного развития Соединенных Штатов Америки, программа безвозмездной помощи нам оказалась. И координатор этой программы Грегор Мактакер сказал, если вы не продолжите в 2004-2005 году пенсионную реформу, то нынешние рабочие, работающие, будут такими же нищими пенсионерами по выходе на пенсию. Поэтому надо быть честным. Нынешнему пенсионеру пенсионная реформа вряд ли что поможет. Но молодым поколениям, людям, которым сегодня 30-35, конечно, это должно обеспечить нормальную достойную старость. И мы в этом, вот, мы увидим. Без ножа режете вашего избирателя-то. А говорит, что пенсионная реформа ему не поможет. Я вам скажу от себя, а не от партии регионов. То, что сказал когда-то Тегибко. Ради реформирования, ну, слушайте, мы же 5 лет, 6 лет болтали, можно пожертвовать электоральным процентом. Ну, что делать? Ну, кому-то же надо завершать то, что... Просто мы должны очень понимать... Ну, мы вам поделимся, у вас заберем. Мы предметно, мы должны предметно понимать, о чем идет речь. Дефицит пенсионного фонда в 2010 году составил 34 миллиарда гривен. Это 3,4% ВВП. В этом году, чтобы мы понимали, на всю оборону Украина потратит 12 миллиардов гривен, а на всю культуру, включая центральный и местный уровень, 7 миллиардов. На медицину 6,8 миллиардов. Нет, на медицину 36,9 миллиардов. Наталья, вот, кстати, Сергей Леонидович, по-моему, не в ваш личный адрес, в адрес оппозиции ворчал, что не предлагается никакой альтернативы пенсионной реформы. Говорили такое ведь, да? Совершенно верно. Что кроме требований не повышать пенсионный возраст и легитимировать, или легитимировать, в общем, узаконить зарплаты в конвертах, других предложений нет. Есть другие предложения? Спасибо за вопрос. Добрый вечер, телезрители. Добрый вечер, студия. Знаете, мы сейчас опять обсуждаем симптомы болезни, но мы не ставим диагноз как таковой. И, к сожалению, за прошедшие полтора года власть так и не поняла, что такое вообще реформы, что такое социальные реформы и пенсионная реформа в частности. Проводить пенсионную реформу можно тогда, когда есть, во-первых, глобальное доверие к власти у людей и рост экономики, когда мы понимаем, за что будут компенсированы затраты. На сегодняшний день мы сейчас слышим, что пенсионная реформа свелась к повышению пенсионного возраста и за счет этого к минимизации пенсионного фонда. Такой подход, он в принципе и непонятен, и оскорбителен людям. Потому что это не пенсионная реформа, а это банальный антисоциальный пакет внесения изменений в законопроекты. Потому что мы увидели как в налоговом кодексе, так сейчас и в пенсионной реформе. Философия закладывается одна и та же. Чтобы содержать и оставить содержать чиновников на том же уровне, нужно уменьшить сегодня содержание людей и государственные гарантии людям. Также, чтобы оставить доходы крупного капитала, были минимизированы те условия для работы малого бизнеса. В налоговом кодексе сократили малый бизнес, оставили крупный бизнес. Сейчас хотят за счет самых социально необеспеченных людей сохранить затраты бюджета на содержание дуракократии. И тем самым мы понимаем, что вот такой вот дисбаланс, он больше всего порождает недоверие. Я вижу три, такую трехъярусную проблему пенсионного фонда. И почему у нас не хватает денег в пенсионном фонде? Первое, это однозначно теневая экономика. Без легализации экономики, сегодня 50% всей украинской экономики находятся в тени, мы никогда не получим достойного уровня пенсии и достойного уровня доходов бюджетов. То есть вы говорите именно про легализацию экономики, легализацию зарплат, которые платят в конверт. Или как? Легализация экономики, это не только легализация заработных плат. Мы понимаем, что сейчас выстраивается централизация теневой экономики, когда делятся потоки между своими, и потом этими же потоками гораздо легче управлять. С теневой экономики не платятся налоги, теневая экономика делится только в доходы тех, кто ее контролирует. То есть ваше предложение номер один, легализация теневой экономики. Это однозначно, это безальтернативно. Вторая задача, которую мы видим сегодня, проблема, которая закладывается в пенсионном фонде, это, конечно, демографическая проблема. Это та проблема, которая касается Европы, это то, что сегодня постигло и нас. Но мы также должны понимать, мы стимулировать рождаемость должны, не пугая людей. Сегодня молодежь боится рожать, потому что люди не уверены в завтрашнем дне, и люди с большим сегодня недоверием относятся к тем процессам, которые происходят. Потому что, к сожалению, реформы сегодня превратили в пугало для людей. А когда людей пугают будущими экономическими процессами, это, конечно, не вызывает доверия жизни в их стране. Но на самом деле рождаемость падает во всем мире, в том числе и в благополучных странах. Но это тренд. Безусловно. Когда повышается уровень жизни, то люди как раз, наоборот, имеют меньше детей. Я хочу привести, например, такие цифры. Вот, допустим, буквально по недавней статистике, по данным Украинского института социальных исследований, 85 украинцев считают, что кризис в стране продолжается. Также 58% считают, что их будущее выглядит значительно хуже или скорее хуже, чем год назад. Понимаете? Это общая социальная ситуация внутри страны. Так а конкретно что делать с пенсионной реформой? Все-таки. То есть, можно я закончу? Да, пожалуйста, пожалуйста. И третий ярус проблемы – это, конечно, падение экономики. Мы сегодня видим, что после нашего славно известного налогового кодекса у нас действительно начался тренд роста безработицы у людей и падение инвестиций, которые приходили в их страну. И вот вчера буквально Сергей Леонидович сам заявил, что только на 1 апреля в первом квартале на 60 тысяч увеличилось количество пенсионеров в нашей стране. Это о чем говорит? О том, что после того, как был подан первый вариант пенсионной реформы в парламент, люди действительно были шокированы и были вынуждены раньше уйти на пенсию. Они, может быть, продолжали бы работать. В основном это представители милиции, это военные, это те, которые понимали, что по старой системе они смогут получить больше дохода. Вы простимулировали людей бросить любимое рабочее место и уйти хоть получить какие-то гарантии. И второе. На 400 тысяч сократилось количество плательщиков в пенсионный фонд. Это на 400 тысяч увеличилось, по большому счету, безработица. Часть людей ушли в тень, часть людей закрыли свои предприятия. То есть вот такими шоковыми мерами, такими пугалками в качестве так называемых реформ приводится дисбаланс в стране и идет тем самым падение экономики. Без стимулов сегодня создания экономики мы не получим эффекта накопления бюджета. И для меня обидно, например, что главный аргумент, который сейчас здесь назывался, это что соотношение количества рабочих, работающих и количества пенсионеров у нас почти сравнялось. Вот для этого нужно уменьшить количество пенсионеров. Так может мы все-таки пойдем путем стимулирования создания рабочих мест? Что для этого сделано? Что сегодня сделано для развития экономики? И можно я еще закончу? И также мы говорим об ограничении максимальной пенсии. Это действительно прописано в законопроекте, что ограничена максимальная пенсия. Но мне бы хотелось услышать, как будет увеличиваться минимальная пенсия. Ответьте на вопрос, какая будет минимальная пенсия, какая будет минимальная заработная плата. Почему мы сегодня не обсуждаем прогноз? В 2012 году будет вот такая пенсия. Она настолько вырастет у людей в результате этой реформы. А мы слышим только цифру. В результате реформы на 2,5 миллиарда гривен в следующем году сократятся затраты. Но вы извините меня, в этом году в бюджете вы больше чем на 2,5 миллиарда увеличили финансирование власти. Вы на 25% увеличили содержание бюрократии в этом году. Вы в этом году на 24 миллиарда простили облэнерго задолженностей за жилищно-коммунальные тарифы. Но в то же самое время людям вы повысили тарифы на 60-70% и не простили 14 миллиардов задолженности людей. Это о чем говорит? Что мы видим последовательно политику двойных стандартов. Так вот пока политика двойных стандартов, когда мы с одной стороны якобы заявляем о такой красивой, правильной, либеральной модели, подходе, о необходимости радикальных мер в экономике. А с другой стороны, мы таким же способом полностью дискредитируем себя и показываем людям, что для себя мы можем прощать 24 миллиарда. Что для себя мы можем увеличивать содержание на власть. Остановить? Уже так много вопросов вы поставили, что у Сергея Леонидовича времени не хватит на все это ответы. Знаете, поговорить это хорошо. 5 лет ничего не делали. Поговорить нормально. Про легализацию. Можно я сразу же скажу? А чем занимались 5 лет? Где эта легализация была? Вы работали последние 5 лет в правительстве Тимошенко. Вы возглавляли там совет инвесторов, если я не ошибаюсь, при правительстве. Вы были советником, вы работали совет инвестором. Это не при правительстве. И вы за все последние 20 лет независимости Украины были у нас и министром экономики, и председателем Национального банка, и вице-премьером. Я еще в школу ходила, когда вы уже начинали реформировать экономику. Поэтому давайте ответим за последние хотя бы полтора года, а не за 20 лет. И сейчас не будем опять обманывать людей. Расскажите о политике двойных стандартов, объясните свою позицию, и расскажите, какой будет результат предложенной вами абсолютно сегодня неэффективной пенсионной реформы. Знаете, что касается вот этих разговоров, конечно, я говорю, поговорить мы можем, но ответственность остается на правительстве, ответственность остается на власти. По легализации я направил всем руководителям позиции, в том числе и вам, предложение. Покажите, что такое легализация. Ноль ответа, два месяца. Мы показали, мы зарегистрировали законопроекты, и мы вас приглашали не раз прийти на обсуждение. Поэтому в этом отношении... У вас микрофоны у всех открыты, господа. Я вас понимаю, ну хоть предложите что-то, но я-то сам знаю, ВВП, рабочие места, все сволочи. Вы знаете, вы можете этот вопрос задавать кому угодно. Вы прекрасно знаете, мы подали проект народной реформы, мы четко написали пакет законопроектов в парламенте, он зарегистрированный. И можете взять и открыть на сайте парламента. Я вам передам весь пакет законопроектов. Поэтому мы вам предложили четкую альтернативу. А вы не захотели даже получать ее повестку дня. Я хочу сказать сейчас, может быть, самую парадоксальную вещь. Да. Главное направление пенсионной реформы сегодня состоит не в переписывании закона и даже не в повышении пенсионного возраста. Главное направление пенсионной реформы сегодня состоит в том, чтобы коренным образом улучшить ситуацию в экономике. Потому что, если оставить экономику в том состоянии, в котором она находится сегодня, можно поднимать пенсионный возраст не до 60, а до 65, до 70. Но дефицит бюджета пенсионного фонда останется прежним. Я хотел бы сказать еще один об одной вещи. Знаете, мы почему-то сводим сегодня пенсионную реформу только к пенсионному возрасту. Хотя это многовекторное явление. И хочу сказать, и хочу сказать, и хочу сказать вот о чем, уважаемые коллеги. Знаете, меня удивляет, что Сергей Леонидович, как представитель правительства, который позиционирует себя как либерал, рыночник, предлагает абсолютно не рыночный механизм. Абсолютно. Вопреки рыночному подходу, потому что рыночник в этой ситуации должен был поступить следующим образом. Оставить пенсионный возраст таким, какой он есть, но при этом создать систему стимулов для того, чтобы человеку, ему было выгоднее выходить позднее на пенсию. Вот это рыночный механизм. Но он очень сложный, этот путь. Необходимо убеждать людей, необходимо создавать стимулы и так далее. Проще гораздо административным методом поднять на 5 лет и тем самым решить проблему. Давайте дадим все-таки возможность Сергея Леонидовича на все эти вопросы ответить. А потом я вас еще хотел кое-что спросить. Но это позже. Когда мы говорим о проблемах пенсионной реформы, то мы должны понимать, никакое одно решение ничего не решит. Здесь надо действовать комплексно. Когда мы говорим о легализации. Самый хороший опыт, который я посмотрел, 4 страны, которые проводили эту легализацию в Болгарии, она сумела добиться путем легализации и путем очень жестких мер, очень жестких мер, увеличение фонда заработной платы на 14%. Потом с годами они навели приблизительно рост до 20%. Вот это 20% мы можем получить эффекта. Экономический рост, о котором вы говорите. Экономический рост, если мы обеспечим 5%, 7%, 8%, вот ровно настолько может вырасти и фонд заработной платы. Может быть плюс 1%. Это означает, что настолько же вырастет пенсионный фонд. Решит 14% легализации и 5% роста фонда заработной платы проблемам пенсионного фонда? Нет. Поэтому нам необходимо и легализацию делать, и экономический рост делать. Но если мы не будем менять соотношение пенсионеров и работающих, ничего не получится. Я уверяю, ничего не получится. Можно сегодня опять поболтать, извините, об этих вещах, но придет время, я вас уверяю, 12, 13, 14 год, все равно мы сделаем это. Потому что это такие же разговоры были в Румынии, в Болгарии и так далее. Но только я вам хочу сказать сегодня. Болгария, женщины 60, мужчины 63. Принято решение до 65. Это бедная сельскохозяйственная страна, не имеющая такой промышленности, как у нас. Румыния, 59 женщины, 63 уже есть мужчины. Принято решение до 65. То же самое Венгрия, 62 женщины, 62 мужчины. Принято решение до 65. Меркель говорит, что все страны Европейского Союза должны поднять возраст, и мужчин и женщин до 70, если мы хотим иметь сильную экономику и дальше развиваться. Я понимаю, мы и так сделали настолько мягкую пенсионную реформу, что дальше уже некуда. Мы растянули это все. И вот сейчас я вам говорил о том, что делаем. Про стимулы сегодня. Мы дали стимулы. И в том новом предложении, которое мы внесли, мы сказали, во-первых, каждая женщина, которая будет выходить, мы даем компенсацию 2,5% до начисления за каждые 6 месяцев, которые увеличиваются в пенсионный возраст. Когда мы говорим о стимулах раньше, для того, чтобы вы, не выходя на пенсию, работали и получили прибавку, 3% в год, вы должны были написать заявление. Мы убрали это. Для того, чтобы эти 3% вы должны были получить, вы должны были проработать полный календарный год. Сейчас мы сказали, помесячно, помесячно, вы проработали на месяц, вы уже получите к своей пенсии 0,5%. Нет, вы в абсолютной цифре скажите, сколько в евро, например, пересчитайте, чтобы вы могли сравнить с другими странами. Я вам сказал, я вам сказал, сегодня пенсия 1178 гривен. К этой пенсии, если человек проработает дополнительно, если вы хотите знать, какая пенсия, я вам могу сказать, если вы можете, посчитайте, пожалуйста, в столбик. Если будет экономический рост, если будет экономический рост в 7%, мы имеем право в своей экономике, мы имеем право поднять, если мы не хотим рост оцен, то, что сегодня есть максимум на 10% реальные заработные платы, максимум поднять реальные пенсии. То есть вы хотите людей заставить на 10 лет больше работать по страховому стажу, а за это и на 7% поднять в лучшем случае пенсии. То есть получается, что сейчас какая минимальная у нас пенсия? У нас сегодня 104, если вы говорите, если вы говорите о евро, 104 евро. Значит, если будет экономический рост, я понимаю, средний, если будет на 7% в год, то есть, условно говоря, плюс 7 с чем-то евро можно повысить за год эту самую среднюю пенсию. Если только мы будем говорить об экономическом росте, если мы включим легализацию разово, за 2-3 года мы можем в среднем, если говорить, увеличить где-то на 20%, это добавьте еще, скажем, 20 с чем-то евро. И вот такими шагами, такими шагами постепенно мы можем сделать. Если нет, что будет? Если мы сегодня не заработаем, условно говоря, как вся экономика не заработает рост, не заработает свой рост, то, извините, поднимая заработные платы, мы только стимулируем, более чем растет ВВП наше, мы только стимулируем рост цен. А что касается двойных стандартов, такой колки был вопрос у Натальи Юрьевны, что с одной стороны ищем деньги для того, чтобы чуть-чуть повысить пенсии бюджетникам, а с другой стороны списываем миллиарды долларов. Когда мы говорим о двойных стандартах, я вот пришел в министерство. Предприятие МТЭКа. С самого начала 30% сокращения по министерству. Мы уже сделали это сокращение. Это в какой сумме бюджета можно посчитать? Я только одно могу сказать. Знаете, наш бюджет сегодня почти на 80% состоит из заработных плат бюджетников. Это защищенные статьи. Это учителя, врачи, культура, образование и так далее. У нас на 3 миллиарда в этом году увеличено финансирование силовых ведомств. У нас на 12 миллионов выделено финансирование депутатов ремонта их больницы. На 65 миллионов перевозка высших государственных лиц увеличена. На 188 миллионов обеспечение перевозок должностных лиц авиатранспорта. Я хочу напомнить, что бюджет пенсионного фонда в этом году... Это уже 3 миллиарда. Вы самолетами не летаете, вы машину не используете. Я прошу прощения. Да, я готова и не летать самолетами, и не использовать машину. Все эти вещи. У меня за справедливый бюджет сегодня. И я против твоей стандарты. Я хочу понять одно. Я хочу объяснить одно. Мы можем собирать вот такими маленькими цифрами. И это надо делать. Я согласен. И эти цифры надо привести порядок. Но я вам могу сказать, бюджет сегодня пенсионного фонда в этом году 202 миллиарда гривен. 202 миллиарда гривен. Поэтому, когда мы говорим, президент принял решение, все сокращают эти расходы. Я могу сказать, что это особого эффекта не даст. Потому что нам, если сказать откровенно, нам надо в районных центрах наших, в маленьких городах поднять заработную плату бюджетников. Потому что у них там заработная плата сегодня по 800-900 гривен. И это надо сокращать. Но я только заодно. Надо делать все вместе. Там, где можно сэкономить, где можно сэкономить. Это однозначно надо делать. И на это направлена эта административная реформа. Позвольте совершенно другой вопрос, Сергей Ильич. Вот среди оппозиционных деятелей бытует мнение, наверное, самое распространенное, что нынешняя спешка с пенсионной реформой связана с тем, что в июне истекает срок получения украины траншей МВФ. Есть в этом хотя бы доля истины, что все делается на самом деле для того, чтобы получить деньги МВФ? Доля истины есть, однозначно. Потому что я могу сказать, что сами деньги МВФ для правительства не так важны. Деньги от МВФ сегодня поступают в валютные резервы. И там накапливается. Они не тратятся сегодня правительством. Нету ни одной гривны к нам не попадет из этих заимствований. А в чем проблема? Что сегодня, если мы потеряем МВФ, сразу же цепочку я могу обрисовать действия. Уход МВФ сразу понижает рейтинги страны. Наши заимствования, которые мы должны будем обслуживать, потому что у нас за последние три года, с существенными темпами очень сильно вырос внешний долг. Мы должны их будем обслуживать. Наши заимствования сразу подорожают. Более того, я могу сказать, что мы можем прийти через одно-два заимствования к ситуации, когда мы будем находиться в преддефолтной ситуации. И вот тогда начинается ситуация, что с Грецией. Когда по-живому режут заработные платы на 20%, скажем, в бюджетной сфере. И когда по-живому режут пенсии, сокращают просто. Вот этого очень бы не хотелось, чтобы произошло в Украине. Сергей Ильич, как вы можете прокомментировать письмо Национального банка? Вы красиво поете, но я вас коротко прерву. Знаете, так вот я залез в интернет, у меня неделю не было в стране, я там вернулся. Смотрю, а там оказывается уже лежит в интернете дивное письмо, которое, в общем-то, типа вроде подписал даже Арбузов, мой тезка, глава Нацбанка, который костерит чуть ли не последними словами и лично вас, и вашего шефа. Говорят, что из-за них мы не получаем нужный нам до зарезу кредит. Понимаете? А вы говорите, что он вот не нужен. Слушайте, это письмо было? Потому что правительство говорит, что вроде и письма такого не было. Вы расскажите нам, письмо было или не было? И костерит он вас или не костерит? Вы же тоже бывший глава Нацбанка все-таки. Можно поподробнее? Вы знаете, ну официальной засылки какой-то я не видел. А на Уньяне лежит уже письмо. Это я читал, да, я смотрел. Вот там у госпожи Королевской есть, я там... А оно? Да, да. Было или не было? Чудо это. Да, если было, хорошо, было. Было, ну и что? А, так скажите, появился единственный человек, который набрался смелости сказать о ситуации, состоянии дел в экономике. Довольно темпераментное в ваш адрес. Нет, ничего там нету такого. То, что я почитал, говорится абсолютно многие правильные вещи. Что, нам необходима программа с Международным валютным фондом. Что сегодня задерживается эта программа. Прежде всего... У меня есть право написать письмо. Это монетарная политика, национальный банк высказал свои. Он в видении. Ну и нормально написал. Это его взгляд. А не является ли это признаком того, что когда начнется галлопирующая гиперинфляция, вот господин Арбузов скажет, а я же такого-то числа, такого-то предупреждаю. Это они. И что дальше? Что, инфляция остановится? Господин Арбузов очень правильно предупреждает, что в экономике сегодня есть проблемы. Многие столковали, это как, извините меня, наезд на правительство. Что вот обратный отчет пошел. Вы знаете, есть определенные риски, которые господин Арбузов подчеркивает. И мы сами их хорошо прекрасно понимаем. Подготовка к отставке проявлений. Нет, понимаете, разбираться в этом неинтересно. Надо разбираться в сути. Говорят, что есть рост инфляции. Однозначно есть такая проблема. Но этим надо заниматься и правительству, и Национального банка. Потому что у нас сегодня потреб кредиты начинают расти, а это начинает экспорт расти. У нас сегодня, чересчур иногда может быть стабильная гривна. У нас сегодня очень большой рост заработной платы пошел в сравнении с тем, что мы обеспечим товарами и услуги на рынке и так далее. Поэтому есть письмо, внимательно надо посмотреть и принимать совместные действия и правительству, и Национальному банку. Вот здесь присутствует Мирослав Якипчук, лидер Национального фронта профсоюзов Украины. Простите, форума. Оговорка по Фрейду. Национального форума профсоюзов Украины. Давно хочет у вас что-то спросить или просто прокомментировать? Нет, я хочу, во-первых, сказать. С вами, Леонидович, мы после первой редакции пенсионной реформы, мы обсуждали пенсионную реформу. Профсоюзы мы обговорили во всех регионах Украины пенсионную реформу. У нас были встречи в трудовых коллективах, профсоюзы, общественные организации. Совместно с вашей организацией мы очень ветеранами работали. Был наработан пакет, который мы передали Сергею Леонидовичу. Первый вопрос, который я хочу задать. Реформа нужна. Все четко понимают, что на сегодняшний день экономика не выдерживает дефицит пенсионного фонда. Реформу мы делаем для будущих поколений. Вопрос простой, Сергей Леонидович. Первый вопрос, это гарантии сохранности тех денег, которые будут находиться в пенсионном фонде и накопительной системе. Второй вопрос, верите ли лично вы, как автор, в успех пенсионной реформы, в тех условиях, в которых сегодня находится экономика страны, в которой на сегодня находится вообще страна. И в политическом, и в экономическом плане. И возможно ли провести отдельно взятую сегодня пенсионную реформу без социально-экономических реформ в комплексе. И если всегда любой реформатор, а вы реформатор, и вы находитесь в правительстве не реформатором, возможно реализация этих реформ. И верите ли в то, что оно действительно будет реализовано и принесет успех? Первое. Мы с профсоюзами достаточно активно работали и, в принципе, от чего-то отказались, потому что профсоюзы, скажем, очень жестко настаивали на том, чтобы не поднимать пенсионный возраст. Какие-то вещи мы взяли. Например, что мы взяли? Мы взяли, мне кажется, очень ценное предложение, которое мы сейчас изложили в новом варианте закона, что пенсию мы начисляем, исходя из той заработной платы, по объему, с которой платились взносы в социальные фонды. По пункту вы взяли? Да, в социальные фонды. Три. Второе, что мы взяли. Второе. До сегодняшнего времени люди могли оформить досрочный выход на пенсию за полтора года, в том случае, если их сокращали или делали какую-то реорганизацию. Одна категория депутаты могли выходить до двух лет, за два года. Мы сделали, чтобы все одинаковые. Это было предложение профсоюзов, я откровенно говорю, и сейчас будут все через полтора года уходить. И третья позиция. Сегодня, когда человек выходит на пенсию, он может взять свой трудовой стаж и вынуть из него самый неудачный для него период 10%. Мы в эти 10% по предложению профсоюзов внесли еще тот период, когда человек без работы. Сейчас он не имеет права передвигать, он может только одним куском взять 10%. Сейчас он может взять, условно говоря, год своей безработицы и внести в это время. Вот эти три предложения взяли. Раз. Второе. Что касается верю ли я, понимаете, все зависит только от одного. Политическая воля. Потому что сегодня поговорить, можем поговорить, но все страны делают. И вот эти 306 евро, которые есть в Эстонии, это, конечно, результат того, что там правительство за правительством, приходя, делали, делали и делали. И сегодня они, конечно, это однозначно комплекс должен быть решение. Но мы не стараемся делать только это. Налоговый кодекс. Плохо или хорошо, я вас уверяю. Сейчас мы готовим изменения к налоговому кодексу. Изменения готовим. Мы еще не приняли налоговый кодекс, он еще полностью не вступил в работу, а вы уже к нему готовите изменения. Понятно. Сергей Леонидович, вы 5 лет ничего не приняли. Сергей Леонидович, вы эти 5 лет уже работали так. Подождите, можно я закончу? Не надо бояться ошибок. Дайте мне доответить. Наталья Леонидович, позвольте закончить ответ. Я не боюсь ошибок. Вы приняли? Да вы отвечаете за свои ошибки, а не боитесь. Люди боятся ваших ошибок. Сегодня можно ничего вообще не делать. Я считаю, что у любого человека, который что-то делает, право на ошибку есть. Посмотрели, какие-то нормы не работают в налоговом кодексе. Быстро, через 5 месяцев мы стараемся внести сейчас эти изменения. Внесем, будет нормально работать. Таможенный кодекс. Проголосовали первое ощущение. 90% того, что мы имели в рабочей группе, сегодня вошло в это первое ощущение. Надеюсь, пройдет это. Огромные решения под регуляции. В Верховном Совете находится ускоренное банкротство, ускоренное закрытие предприятия. Приняли решение по ускоренному открытию предприятия. Под регуляции целый блок. Однозначно, одна пенсионная реформа не сработает. Потому что, конечно, я согласен, она дитя экономики. И сама ситуация пенсионной системы, конечно, лучше всего растет от заработной платы. Зарплата лучше всего растет от экономики. И в этом отношении однозначно комплекс. Первое условие создания инвестиционного климата благоприятного. Понимаете, инвестиционный климат тоже сегодня смотрят все инвесторы и говорят об одном. А примет Украина или нет пенсионную реформу? А может эта страна, уже созрела эта страна к непопулярным решениям? Если она не созрела, она еще в детском возрасте находится. Будет ли прозрачная таможня? Будет ли на сегодня судебная система некоррупционная? Будет податковый кодекс? Господа, уважаемые коллеги, очень часто мы ссылаемся на европейский опыт, но есть ведь одна вещь, о которой мы сегодня почему-то умалчиваем. Давайте же не забывать о том, что средняя продолжительность жизни в Украине на 12-15 лет ниже, нежели в Европе. Это первое. И второе, о чем я хотел сказать, Сергей Леонидович, вы сказали о некоторых уступках, преференциях, которые вы создали в новой редакции, по сравнению с предыдущей. Я одну из таких уступок хочу проиллюстрировать. Итак, действительно дано право новой редакции женщинам в течение трех лет выходить на пенсию в 55 лет. Но при этом вы же молчите, или по крайней мере не акцентируете внимание на этом обстоятельстве, что за это их наказывают. Наказывают уменьшением размера пенсии. То есть я выступаю за то, чтобы стимулировать более поздний выход и заинтересовать в этом человека. Мы говорим о трех годах этой преференции, но при этом умалчиваем о том, что мы же наказываем за то, что они остаются на этом уровне. Я согласен. Вы правильно говорите. Мы наказываем, но, понимаете, у нас одна проблема. У нас пенсионный фонд это наше общее достояние. И сказать всем, выходите раньше, дорогие, и что это означает для пенсионного фонда? Что люди уходят и не доплачивают в этот пенсионный фонд. Мы можем такие вещи стимулировать, а кто подумает о 13 миллионах 700, которые там уже есть? Кто их будет содержать, кто их будет кормить? Сегодня, сегодня эти люди отработали. У нас сегодня средний возраст выхода на пенсию, средний стаж вот этих людей, которые находятся, мужчин 39 лет, женщин 35 лет. Они отработали, они содержали своих пенсионеров. А мы не должны их содержать, кто их будет кормить? Поэтому мы сказали женщинам, хотите 55, однозначно, вы потеряете по 0,5% за месяц каждого досрочного месяца. Но мы сказали в этом же законопроекте, вы прекрасно это знаете, но если завтра вы нашли работу и захотели вернуться на работу без получения пенсии, вы доработаете свои 6 месяцев, мы вам все пересчитаем и все вернем. Поэтому я считаю это справедливо. А можно ли считать это преференцией? Нет, я считаю это не преференцией, это дополнительная возможность для человека. Сергей Леонидович, извините, вы минуту передохните, а у меня вопрос вот к Петру Степановичу Цибенко, который представляет здесь коммунистическую фракцию украинского парламента. И вот какой вопрос. Просто ходят такие разговоры, что если будет принята пенсионная реформа в нынешней ее редакции, то ваша политсила выйдет из коалиции. Вы знаете... Соответствует действительности? Ну, во-первых, я никогда не исключаю такую возможность вне зависимости от того или иного документа. Это, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, я горжусь тем, что я принадлежу к политической силе, которая последовательно выступала, выступает и будет выступать против повышения пенсионного возраста. Потому что некоторые мои коллеги, когда у нас... Нет, вопрос не о том, гордитесь ли вы принадлежностью к фракции КПУ. Я скажу об этом. Я спросил конкретно совершенно вопрос. Если будет в редакции господина Тегибко с учетом 11 дополнений и поправок принята пенсионная реформа в ближайшем будущем, КПУ останется в правящей коалиции? Я отвечу таким образом. Мы будем использовать все методы для того, чтобы это не состоялось. Чтобы остаться в коалиции. Для того, чтобы не состоялось повышение пенсионного возраста. Коалиция, большинство, это вторично. Ага, понятно. Это вторично. Сереги, можно вопрос? За сколько лет... Одну секундочку. Ярослав, я очень извиняюсь. У меня тут еще два коллеги-журналисты, которые черта не раскрыли. Пожалуйста, Вадим Денисенко, ваш вопрос. Сергей Леонидович, на самом деле... Я абсолютно впевнен в том, что проблема не стоит в том, в сколько лет вы выходите на пенсию. Проблема поляга в том, что сегодня я там, мне 37 лет. Я понимаю, что, ну, с сегодняшним законом через 20 лет я выйду на пенсию. Но если я понимаю, что через 23 лет я до сегодняшней пенсии, в средней, наименьшей пенсии, в 768 гривен, получил плюс 70 гривен, после этого у меня возникает вопрос, а почему я должен выходить в 62, 63, 64, 65 лет? Когда бы я имел нормальную перспективу и понимал, что через определенную количество лет, я думаю, что тут все присутники в студии, понимали, что если бы мы получили, ну, что не менее, плюс 100 евро, плюс 200 евро, каждый из нас бы задумал, всесь сказали бы, да бог с ним, мы працюем еще 2-3 года, но мы понимаем, за что мы будем працювать. Но это риторично, просто как вступ. Насправді, у меня вызывает дежавю нынешняя наша дискуссия. Колька месяцев тому в этой же студии вы стояли за этой же трибуне, и мы приблизно вели ту же самую беседу. Только у нас не было 11 пунктов, которые покращают пенсию реформу, а было минус 11 пунктов, которые не покращили пенсию реформу. По сути, ничего за эти несколько месяцев не изменилось. Внесенный, по сути, майже такий самый проект за колькома правками, которые можно было внести в другом читании, в третьем читании, и не было бы никаких проблем. У меня до вас одно единственное конкретное запитание. Чи говорили вы, мы все прекрасно понимаем, что будь-что в этой стране принимается после политической воли, как вы говорили, но политическая воля одния людина, это президента страны. Отже, у меня конкретное питание. Чи говорили вы с Виктором Федоровичем, чи показывали вы ему этот законопроект? И сказал, что благословляю вас, идите в парламент, и я все сделаю для того, чтобы этот законопроект в самый короткий термин был принят. Сейчас я отвечу на конкретное вопрос, перед этим, про вашу перспективу, Вадим. У вас есть 7 лет, и ваша перспектива – это второй уровень, безусловно. В нашем законодательстве уже принято, что второй уровень начинает действовать. Только там записано, он начинает действовать тогда, когда общая система, солидарная система, будет бездефицитной. А у нас было в том году 34%, 34 миллиарда. И сейчас мы пытаемся уменьшить этот дефицит, чтобы выйти. Почему? Потому что второй уровень – это что означает? Все молодые люди, которым будет, условно, 35 лет и молодше, а мы можем дать еще до 40 лет, что они будут делать? Они будут часть своих денег не сплачивать до солидарной системы, а сплачивать на свой перспективный рахунок. А что это означает для солидарной системы? Частину денег мы будем из нее вытягивать. И это будет продолжаться 25 лет. Поэтому, чтобы мы перейшли и нарисовали, намалювали эту перспективу для молодых, нам нужно с этим сначала справиться. И действительно, мы ничего не меняемся. Я думаю, что все из нас хотят почути. Это будет через 10 лет, через 5 лет, через 15 лет. Но я хочу понять хоть какую-то реальную перспективу. Я могу сказать так. Если мы сделаем то, что мы сейчас предлагаем, мы можем сделать бездефицитный пенсионный фонд. И это позволяет нам включить другий уровень. Это бездефицитный за счет людей. Пенсионный фонд. А не за счет улучшения работы экономики. И это сегодня является принципиальным. Потому что главное не начать реформу, а главное ее успешно закончить. Это относительно вашего вопроса, относительно президента. Нет, такой разговор у меня с президентом не было. Но я могу сказать, что для меня главное, что мне никто не сказал «стоп». И я пока находлюсь на своей позиции, пока я отвечаю за пенсионную реформу, я буду ее делать. Работать так, как я считаю необходимым. Причем я объездил за последние 2 месяца в Словаччину, Естонию, Польшу и Болгарию. С всеми вице-премьерами, министрами финансов, министрами социальной политики, которые проводили пенсионные реформы в своих странах, я с всеми переговорил. Причем и за позицию, и за владу. Я очень хорошо знаю тему. Я слушаю их. Я беру самый лучший опыт перехитных экономик, для того, чтобы это произошло в Украине. Поэтому мне не нужно сегодня, чтобы мне кто-то сказал, ты знаешь, давай, ты будешь делать, или не будешь делать. У меня есть своя позиция. Я сказал, будет пенсионная реформа в Украине. Это сигнал для нормальных политиков, что страна движется. Сигнал для инвесторов, что страна движется. И для меня это сигнал. Если будет нет, что, на жаль, Украина снова потеряет шанс. И потеряет свой шанс. Позвольте о неприятном, Сергей Леонидович. Поэтому мы всего только приятного говорим. О неприятном. Вот я просто хочу процитировать вас, что вы говорили в нашей программе в марте месяце. Вот одна цитата из вашего выступления. Покажите, пожалуйста. Я скажу так. Я действительно считаю, что мы должны до максимума, до июня провести реформы. Максимальное количество этих реформ. И прежде всего пенсионную. Я не верю, что в сентябре, когда до выборов останется год, мы сможем серьезные вещи, я имею ввиду, прежде всего, непопулярного плана проводить. Я могу сказать, если в июне, в июле максимум мы не примем этих решений, моя позиция будет очень простая и жесткая. Я уйду в отставку. Сергей Леонидович, это по-прежнему актуально? Абсолютно. То есть сроки и условия не изменились? Дождитесь, осталась неделя перерыва и две недели работы Верховного Совета. Одну секундочку. У меня вот какой вопрос. А президент или премьер в личных встречах как-то реагировали на такую постановку вопроса? Премьер отреагировал. Это было. Президент реакции не слышал, не видел. А вот лидер фракции НУНС Николай Мартыненко еще в середине мая инициировал вашу отставку. Зарегистрировал соответствующее постановление. Вот для вас будет разница уходить в отставку самостоятельно в соответствии с вашим заявлением или как бы силами ваших недоброжелательств? Позавчера этот вопрос рассматривался на соответствующем комитете Верховного Совета и не прошел по большинству. Не захотели, отклонили его депутаты. Поэтому это одно. Второе. Скажу откровенно, что сегодня эти решения принимает все-таки президент. От парламента это не зависит. В данном случае идет политическая борьба. Для меня совершенно понятная. Но мне кажется, что политические все-таки рейтинги интересно зарабатывать именно реформой, именно делами. Что я пробую делать? Вы знаете, одну секундочку, Наталья Юрьевна. Я смотрю тут на часы у меня, вот секундомер лежит. Время наше истекает, но я вот волевое решение принимаю. Мы разговор продолжим в следующей части программы. Еще там минут 10 поговорим с вами. Хотя у нас на самом деле запланирована другая главная тема. Следующая, второй половины нашего выпуска. Смотрите далее в большой политике. Так ли страшна холера, как ее молюют? Чем вызван небывалый политический ажиотаж вокруг сезонной вспышки заболевания в Мариуполе? И не является ли борьба с холерой банальной политтехнологией? Мы снова в прямом эфире. Мы, это программа «Большая Большая Большая Большая». И я, и ее ведущий Евгений Киселев, и присутствующие здесь политики, журналисты, общественные деятели. И наш гость Сергей Тибибко. Мы продлили разговор с Сергеем Леонидовичем еще минут на 10. А потом перейдем к обещанной теме неожиданно вспыхнувшей эпидемии холеры. Если она действительно вспыхнула. Об этом мы поговорим в следующем сегменте нашей программы. А сейчас я хотел бы дать возможность еще одному из участников нашей сегодняшней передачи моему коллеге Александру Данковскому, заместителю главному редактору журнала «Эксперт», задать вопрос. Ваш вопрос. Вопрос простой. Насколько я понимаю логику пенсионной реформы, она такова. Граждане, вместо того, чтобы сидеть на лавочке и получать пенсию, производят некое богатство. Вот те, которые могли бы пойти на пенсию раньше. Теперь из того, что я услышал. Кто же будет производить богатство? Военные, которым продлили время, так сказать, нахождения под ружьем. Но позвольте, они ничего не производят. Они потребляют то, что производят другие налогоподельщики. Госслужащие, им тоже отсрочили выход на пенсию. И женщины после 55 лет, которым и сейчас найти работу непросто. Государство рабочих мест не создает, вот насколько я могу судить. У частного бизнеса все тоже не очень хорошо. И в объявлениях требуется сплошь и рядом приписка возраст до 40, до 45. Вопрос, откуда возьмется то самое богатство, которое будет перераспределяться на остальных пенсионеров? За счет чего побогатеть будем? Если говорить в целом, как мы пробуем решить проблему пенсионного фонда, то я могу сказать, что в данном случае мы достаточно действуем логично. И достаточно по такому широкому спектру. За последнее время мы приняли целый ряд шагов, вот минимум 4 могу сейчас назвать, которые привели к одной очень хорошей цифре. За первые 5 месяцев этого года плюс 22,3% поступлений в пенсионный фонд. Мы заставили платить всех, потому что не платили некоторые категории шахтеры и предприниматели. Мы ввели единый социальный взнос, мы ввели единый социальный взнос, который нам сегодня улучшил, очень серьезно улучшил поступление. Мы сказали, кто хочет получить автоматический НДС, увеличить свою заработную плату среднюю по предприятиям до 2,5 минимальных. И это дало 22,3%. Поэтому у нас достаточно неплохая сегодня ситуация по пенсионному фонду, по крайней мере. Сейчас, в месяц, на сайте закон о легализации, о котором мы сегодня говорили. Но говорить это одно, мы его написали, изучив опыт, причем опять Чехии, Болгарии, посмотрели, что делали по этому поводу Испания, Португалия. И мы сделаем классный опять документ, абсолютно такой европейский, правильный, нормальный. Поэтому, если нам удастся еще сделать и пенсионную реформу, но тут вот это будет такой хороший комплекс. Плюс экономические реформы, которые привлекут инвесторов и создадут экономический рост. Вот в этом логика. Что касается данных шагов, да, в данном случае мы хотим, в том числе, рядом действий, улучшить бюджет пенсионного фонда. Потому что, если мы говорим о конкретных пенсионерах, то это бюджет. Как в дефицитном пенсионном фонде мы можем улучшить ситуацию 60% пенсионеров, которые получают меньше 1000 гривен? Невозможно. Это убыточная организация. Сначала ее сделать хотя бы в ноль, для того, чтобы изменять эту ситуацию. Вы говорите, что военные. Да, военные не создают чего-то, но они и пенсионерами не будут, извините, не будут. И мы перешли... И уже все равно налогоплательщик платит. Не из одного, так и из другого кармала. Что значит не будут пенсионерами? Они будут пенсионерами в 25 лет, как положено. В 18 лет они идут в военное училище, у них начинается стаж, в 25 лет будут выслуги, как в Советском Союзе было 25 лет, и потом выйдут на пенсию, скажем, в 43 года. В 43 года здоровый, крепкий мужик. И нам он нужен в армии еще, грамотный, толковый. Поэтому после этого захочет остаться служить. Каждый год еще будет получать плюс 3% своей пенсии военной. А потом уйдет и будет получать и по нашему законодательству, и полную пенсию свою военную, и заработную плату. Поэтому, да, соотношение нам надо поменять. Почему женщины, почему начали? Потому что женщины сегодня 55 лет, а мужчины 60. Посмотрели на категорию... Серьезно, вы не понимаете, что репрессиями экономику построить достойную нельзя. Вот вы сейчас перечислили все меры, которые исключительно репрессивные, которые усиливают давление, которые порождают у людей страх. И тот закон, который вы вспомнили о детенизации, там, где вы хотите действительно не бороться с конвертами, и закон по налоговому кодексу, где уничтожили малый бизнес и сократили сегодня рабочие места. А вы лучше меня знаете, что только малый бизнес способен создавать конкурентную экономику, привлекать сегодня инвестиции. Поэтому одновременно... И Южмаш тоже угробили. Поэтому репрессиями экономику построить невозможно. И политикой двойных стандартов, как вы сегодня действуете, тоже к благосостоянию не придешь. Одновременно реформировать и воровать нельзя. Так вот, пока власть не перестанет воровать, пока не перейдет вся экономика в легальную, не ставьте эксперименты над людьми. Одна восьмая вопросика. Смотрите, вот вы говорите, что там нужен справедливый бюджет. А у меня вопрос. А вот если этот бюджет, вот убавить их, и тот же бюджет будете делить вы, он сразу станет справедливым? Да. Да. Понятно. Вы знаете... Вы знаете, я отвечу, если можно. Я хочу сказать, что... Можно я закончу ответ. Справедливый бюджет будет тогда, когда его будут видеть люди, и когда контролировать действительно власть в нашей стране будет реальное гражданское общество. Когда люди будут видеть, куда идут те деньги, которые они заплатили в бюджет, и как работают те чиновники, которые люди наняли на работу. Успешно борется и власть, и оппозиция. Потому что мы же отлично понимаем, из-за чего иностранцы не хотят идти к нам в страну. Да не из-за пенсионной реформы, горея на огнем. Деньги нужны от фонда, они ее делают. Нельзя сделать кусочек. В доме делаем ремонт, мы не можем только обои переклеить. Без всех. Вот реформа делается, вот как в Грузии. Или всюду, или ничем. Потому что делать реформу только в одном месте, это глупое, бессмысленное, временное понятие. Я вам прям-то аплодирую. А дайте возможность Сергею Леонидовичу ответить. Я согласен с этими замечаниями. Я в прошлый раз говорил, сейчас говорю и завтра буду говорить, что когда мы делаем такие реформы, которые все равно приводят к определенным лишениям людей, то мы должны быть с ними абсолютно честными. И когда у нас сегодня возникают проблемы по коррупции и, прежде всего, в контролирующих наших организациях, то, конечно, это вызывает обратную реакцию. Это снижает возможности, которые мы проводим. Но, заканчивая, почему мы говорим о увеличении пенсионного возраста, прежде всего, по женщинам? Не хочется этого делать, поверьте мне. Но сказали, будем делать постепенно, по 6 месяцев в год в течение 10 лет. Но, просто, когда мы говорим, и тут говорилось о возрасте, когда мы говорим о пенсионной реформе, я еще раз хочу напомнить, мы должны говорить о сроке дожития. Это срок, когда женщина вышла на пенсию или мужчина и умирает. Потому что, когда мы говорим о продолжительности жизни, там детская смертность, там смертность от аварии, там от алкоголя и так далее, и так далее. Так вот, срок дожития по мужчинам, которые выходят у нас на пенсию по Украине, 14 лет, по женщинам 25 лет. Вот о чем идет речь. Поэтому, для того, чтобы изменить вот это соотношение, мы и предлагаем непопулярное, но абсолютно необходимое для страны решение. Будьте любезны, господа режиссеры, а покажите-ка нам результат голосования. Я напомню, что мы спросили в начале программы, стремились бы вы, уважаемые зрители, уйти на пенсию и не работать, если бы пенсия была на достойном, имеется в виду, европейском уровне. Смотрите, всего 8% зрителей нашей программы, я не говорю украинцев, всего 8% являются трудоголиками, которые непременно хотят... Это правильные люди, у нас хорошие люди же. Это бюрократы, которые не видят возможности работать в нашей стране, которые не хотят уходить ни за что. Все нормальные люди. Господа хорошие, на самом деле наше время уже совсем закончилось, а мне бы хотелось дать возможность гостю из Москвы, во-первых, поделиться своими впечатлениями, всегда московских журналистов, политологов, политиков, которые приезжают свежим глазом, прошу взглянуть, на наши украинские дебаты. И, может быть, какие-то вопросы у вас? Вопрос в том, потому что, мне кажется, все достаточно понятно. Что меня порадовало? Вы знаете, мне очень радует сама атмосфера. Правительство предлагает, с моей точки зрения, толковые вещи, оппоненты критикуют, значит, коммунисты за то, чтобы этого не было, бьют за то, чтобы обругать действующую власть. Все абсолютно здорово, это правильно. У нас в стране этого нет. У нас в стране бы сейчас просто сцепились друг с другом и стали бы говорить, а ты кто такой, примерно в такой стилистике. Здесь так тоже бывает иногда. Я вижу обсуждение по сути вопроса. Это хорошо. Теперь, что, мне кажется, важно понимать уважаемым избирателям и телезрителям. Это везде так. Проблемы так везде. И в Белоруссии, и в России. В России даже хуже, потому что коэффициент замещения 40%, а не 48. Значит, если вы зарабатывали 1000 рублей, выходите на пенсию, получаете 400. Опускаетесь глубже. В Белоруссии вообще катастрофа, потому что президент повышает на 13,7% пенсию, а цены выросли на 50%. Это как у нас. Не знаю как, вам виднее, но мне кажется, что в Белоруссии похуже. То есть, значит, проблема в том, что он тянул, 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 говорил, 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 какой заботится о стариках, а теперь приехали. Та же самая Эстония. 20 лет они к этому шли. Между прочим, важнейшая проблема ведь состоит еще и в том, чтобы те деньги, которые накапливаются, не съедала инфляция. Значит, бессмысленно говорить про пенсионную реформу, если те деньги, которые накапливаются, обращаются в прах, попросту говоря. То есть, понятно, что есть жесткие ограничения, за которые вы не выйдете. Это демографические. В Советском Союзе на 20 миллионов человек было 9 миллионов пенсионеров, и, естественно, одного пенсионера кормили 10 работающих людей. Сейчас один к одному, практически, на одного пенсионера один работающий. И куда ты этого денешься, значит, солидарная система не будет работать никуда. Нет решения. Экономические ограничения. Значит, понятно, что для того, чтобы платили пенсию, должны быть налоги, для этого должен быть хороший инвестиционный климат, для этого надо договариваться с Международным валютным фондом, для этого надо терпеть высказывания оппозиции и так далее. Создавать нормальный... Надо слушать оппозицию. Терпеть. Слушать, как говорил Горький, слушать надо, слушаться нет. Когда вы будете во власти, вам будет то же самое говорить. И вы это знаете прекрасно. Они с ним не во власть ходят в оппозиции. Они займут деньги, 16 миллиардов решат проблемы на один год. Главная проблема по существу в том, что хороших решений нет. Вот тянули... Это же горячая картошка, никто ее не хочет проглатывать. Каждый хотел бы перетянуть ее на другую партию, скажем так. Мне нравится, что правительство об этом говорит и пытается что-то делать. Вот у нас пока вообще ничего не делают и даже не говорят. Кончится наверняка в России тем же самым. Наверняка продлят срок работы и отодвинут срок выхода на пенсию. Но рассказывают, что этого, конечно, никогда не допустят. А вы это обсуждаете более конструктивно. Поэтому я вам завидую. И, в общем, мне кажется, это какое-то здоровое явление. Честно говоря, я ожидал худшего. Ого. Спасибо, Дмитрий Борисович. Ну что, Сергей Леонидович, один короткий вопрос и ваш короткий ответ. Все-таки, когда, вы думаете, будет решающее голосование и будет ли оно в пользу этого законопроекта? Все в воле депутатов находится. Я думаю, что на следующем пленарном заседании будет принято решение о голосовании. И на следующей неделе, это через неделю, будет такое голосование. А потом пауза еще неделя. И вот до 4 июля работает парламент. Я надеюсь, что до 4 июля реформа будет проголосована полностью. Я почему-то абсолютно уверен, что будет принято такое решение. Это недопустимо за 2 недели принимать такие документы нормальных стран. Это недопустимо. Знаете, я 8 месяцев, мы только говорим об этом. Пишем, рассказываем, показываем, объясняем и так далее. Что вы делаете? А мы делаем. Она уже напротив вам. А мы делаем. Сейчас следующий материал. Мы сегодня подробно говорили о пенсионной реформе, а на минувшей неделе были и другие события.